Ре. Вис Этерс Ирте. Совет по конкуренции не обнаружил признаков сговора в действиях страховых компаний в 2017 году, когда цены на обязательную страховку гражданской правовой ответственности ОСТА удвоились. Но в системе нужны изменения, заметил Совет по конкуренции. Правда, как выяснил Даниил Смирнов, они вряд ли понравятся автоводителям. В 2017 году 9 игроков рынка страхования ОСТА практически одновременно подняли цены на полисы. Причем значительно. Настолько, что даже у Совета по конкуренции возникли вопросы к страховщикам. Два года Совет по конкуренции расследовал казус ОСТА. И вот сегодня представил результаты своего исследования. Сговора страховщиков нет, но, как кажется специалистам Совета, они нашли ответ на вопрос, почему цена полисов удвоилась. Рынок очень прозрачный. Регулярно публикуются, каждую четверть, очень детализованные финансовые разные анализы. Каждый видит, что происходит, где моя позиция, какая моя рыночная доля. Я могу реагировать, я хочу повышать свою рыночную долю, снижать цену, и остаться на том же месте, не реагируя с ценой. Мы видим, что есть вот это окта-калькуляторы цен, алгоритмы. В этом рынке действуют алгоритмы. Для нас, как потребители, это очень положительно. Мы можем сравнить. Но то же самое могут делать и игроки рынка, брокеры тоже. Они могут приспосабливаться к этой динамике цен, то, что делает конкурент. Отчетов, которые публикует Латвийское бюро страховщиков транспортных средств ЛТАП, по мнению Совета по конкуренции, на других рынках и в отраслях просто не существует. Так что сравнивать позиции они могут без инсайдеров. Мы обращаемся к финансовым капиталам, Русскомисе и ЛТАП, что надо уменьшить объем информации, актуальность информации. Можно публиковать информацию за прошлый год, но не каждую четверть. Также Совет по конкуренции выступает за более строгое использование электронных агрегаторов страховок, таких как ОТСТА-ЛВ. Тут сейчас достаточно ввести номер машины и техпаспорта и получить предложение от всех страховых компаний. Это также позволяет конкурентам следить друг за другом. В этой сфере введут идентификацию по банковской карте. Ситуация могла бы улучшить фиксированная цена на полисы ОТСТА, но Министерство финансов против. Надо брать во внимание то, что нельзя сразу посчитать расходы по ОТСТА. Страховые компании высчитывают, какие у них будут риски. Выплаты произойдут в будущем. Если мы установим лимиты, то может сложиться ситуация, когда у человека, у которого риски выше, цена будет выше установленного лимита. И что будет делать страховая компания? Она будет искать выход за счет людей, у которых этот риск меньше. И еще одна претензия со стороны Совета по конкуренции. В организациях страховщиков никто не представляет интересы автовладельцев. Защищаются только интересы страховых компаний. Латвийское бюро страховщиков транспортных средств пока хранит молчание. Доклад Совета по конкуренции не комментирует. Свой ответ бюро представит на специально созванной пресс-конференции в пятницу. Данил Смирнов, Ивар Джипицкис, Латвийское телевидение.